Съемочная группа проекта «Получи леща» отправилась на Слепянский канал в Минске на любительские соревнования рыболовов и не просто поприсутствовать на мероприятии, а принять участие. Сначала ведущую проекта «Получи леща», конечно, никто не воспринимал как серьезного конкурента, но Юля была настроена решительно, да и задача стояла непростая. Любители ловли на донную снасть, фидер или более короткое удилище «Пикер» решили устроить соревнования совместно с рыболовыми-поплавочниками впервые. Сражение донки против поплавочки – это очень интересно, потому что, ну, уже обычные соревнования, как бы, они уже, можно сказать, привычные для всех. Между собойчик организовать хотелось очень давно. Между собойчик традиционно начали с жеребьевки обозначенных мест для ловли секторов. Счастливый. Один. Первый номер, первое место. Заявление более чем амбициозное. На самом деле, удачными секторами для ловли считаются первой и последней, так что можно сказать, что нашей ведущей очень повезло. Сейчас хотелось бы выразить вам благодарность большую, вот, что все, все прибыли, вот, и каждому участнику поручить наклейки. Для соревнований берег Слепянского канала разделили на две зоны – фидерную и поплавочную. Время ловли – 4 часа. Победитель выбирается по максимальному весу у лова. Не идет в зачет щука, судак, остальные рыбы без ограничений. Раки в зачет не идут. До стартового гудка еще есть время, и рыболовы отправляются готовить свои снасти и замешивать прикорм. Большинство участников делает это молча и сосредоточенно. Но не все. Во-первых, наклеим наклеточки, которые нам выдали. Для того, чтобы замешать прикорм и закормиться, у нас ровно 50 минут. Прикорм у нас замечательный. Представитель компании Траппера Бибоки предоставил нам эту вкусняшку. И замешивать мы будем, наверное, ориентируясь на плату. Чем больше рыбы привлечет запах и вкус прикормки, тем больше будет поклевок. Замешать правильный состав не так просто. Нужно учитывать и особенности водоема, и сезон, и время ловли. Такие тонкости знают только профессионалы. Ты пришел мне помочь, ты молодец. Смотри, я сыплю в коноплю. Жареные зерна промышленной конопли, добавленные в прикорм, хорошо привлекают рыбу. Смесь становится более рыхлой и ароматной. Есть и другие секреты для успешной ловли. Есть такая штука, голубиный помет. Чем он хорош? Говорят, что когда рыба очень любит вот эти вот все частички. Голубиный помет нужно заливать водичкой дома, как мне рассказывал Антон. Заранее? Заранее, что я и сделала. А вот ароматизаторы Антон добавлять в прикормку не порекомендовал, руководствуясь убеждением, что в холодной воде вкусовые добавки работают плохо. Корм у нас постоял 20 минут. Сейчас мы добавим в корм еще замечательную вкусняшку. Это копра миласа. Копра миласа. Это кокосовая стружка. Копра миласа – кокосовая мякоть, пропитанная сладкой патокой. Отличная добавка для ловли всех рыб семейства Карповых. Если использовать ее в прикормке, смесь будет распадаться в воде быстро и равномерно. Ну и запах, конечно, не оставит рыбу равнодушной. Прозвучал гудок. Мы идем на свое место. Первый час соревнований клевом не радовал. Нужно было что-то менять. Нашей ведущей повезло. Ей помогали эксперты по фидерной ловле. Сначала я использовала кормушку вот такую вот. Корм, мотыль кормовой, закидывала и поклевок не было. Но потом пришел Сергей и мы поменяли так. На серьезных соревнованиях наличие тренера у команды или участника в разы повышает результативность. Тренер собирает информацию по секторам и на основе этого дает советы рыболову-спортсмену. В общем, промежуточный результат неплохой. По секрету мне рассказали, что я иду второй. Спасибо ребятам. Конечно, было несколько тренировок. Они очень помогли. Тренировками перед соревнованиями не пренебрегают даже очень опытные спортсмены-рыболовы. Что же говорить о новичках, делающих первые шаги в этом нелегком спорте? Сходили мы сюда разочек потренироваться. Пошли, потренировались, посмотрели какие-то мелкие нюансы. Нелега, но зато продуктивно. В принципе, данные нюансы оказались сегодня более важными. Обучение фидерной ловли проходило в черте города. Оказалось, что совсем не обязательно далеко ездить за уловом. К примеру, на Дроздовском водохранилище можно очень неплохо отловиться. На крючок попадается платва, неплохие подлещики, ходят слухи и о наличии лещей. Да и хищная рыба присутствует. Если есть возможность, потренироваться перед соревнованиями стоит и на том водоеме, где будет проходить мероприятие. И хотя в акватории Слепянского канала во время тренировок была обнаружена только мелкая рыбешка, это знание помогло выработать стратегию на рыболовном фестивале. У любителей фидерной рыбалки есть такое понятие – ловля на подтяжку. Юля научилась такой технике именно на тренировках. Подтяжечки – это следующее. Мы берем лиску и тихонечко тянем. Поклевка! Вот сработала наша подтяжка. Подтяжки работают, когда клево нет. Но вы точно знаете, что на точке стоит рыба. Такая техника увеличивает шансы все же поймать привередливых платвичек или окуньков. Вот так вот получается, что мы словили окуни. Это какой у нас? Седьмой? Восьмой. Восьмой окунь. Процесс подготовки к соревнованиям заключается не только в тренировках, но и в подготовке самих снастей. Например, обязательно подготовить дома вот такую вот штуку. Сегодня у меня оборвалось три крючка. Вот это поводочница. Поводочница. Здесь крючки разного размера. То есть здесь у меня от 12 до 16. 16 самый маленький. Сегодня я ловлю 16, но самыми маленькими крючками. И разной длины поводки. Поводочница есть у каждого уважающего себя рыболова. Для разных условий нужны разные снасти. А терять время на водоеме не хочется, особенно во время активного клева. Есть еще один секрет в насаживании мотыля. Вот так вот его насаживать не очень удобно, потому что он мокрый. А чтобы выбрать самых вкусненьких, надо положить на колено, если не жалко штанов. Такой метод хорош еще и тем, что на твердой поверхности мотыль приобретает яркий цвет и становится упругим. Ведь насадить мотыля целым на крючок – задача не такая уж простая. Гонг прозвучал, мы половили 4 часа. Сейчас начнется взвешивание рыбы. Интересно, какие результаты у остальных. В зоне рыболовов-поплавочников лидер определился быстро. Опыт вместе с удачным сектором принес свои заслуженные результаты. 600 грамм. Да, точно. 600 грамм? Угу. Взвешивание в не менее удачном секторе фидерной рыбалки показало, что и ведущая проекта «Получи леща» может похвастаться неплохим уловом. Показываем. Вау! 510 грамм. Каждым новым взвешиванием недоумение мужчин становилось все более явным. Такой улов у девушки с совсем небольшим опытом. Как такое может быть? Лучший на фестивале результат участников в последнем секторе фидеристов, к тому же тренера нашей ведущей, все расставил на свои места. Опыт, тренировки и желание учиться – вот три составляющие успеха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, фестиваль подошел к концу. Третье место. Результат хороший. А если вы хотите принять участие в нашем проекте, вступайте в наши группы в социальных сетях и увидимся на рыбалке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова